И все. Всем большое спасибо за поддержку, за время, проведенное с вами. На самом деле было хорошо. Будем скучать безумно. Любим. Прощайте. Несколько минут спустя их убили. Ну, по крайней мере, вынесли из дома их окровавленные трупы. Зачем это было нужно, непонятно. Сами они явно на кого нападать не собирались и стрелять друг в друга не могли, да и не хотели. Не было у них патронов для этого. Но смерти, судя по всему, они не боялись и встретили ее спокойно. Сейчас про них рассказывают разные небылица. Они уже стали и геймерами, которые, оказывается, перепутали виртуальную реальность с реальными. Слишком переиграли в стрелялке. Они уже, оказывается, из-за всегда твоей пабликов самоубийц. Это все, конечно, глупости. Но одно можно сказать твердо. Перед нами два мученика. Два мученика абсолютно в религиозном смысле этого слова. Два классических мученика, я бы сказал. Дело в том, что слово мученик переведено с греческого несколько неточно. По-гречески оно звучит как мартирос, что означает свидетель. Да, правда, в античном судопроизводстве принимались только показания, полученные после пыток. По этой причине свидетельство оно всегда было связано с мукой, с страданием, с мучением. Ну и с этим словом мартирос, соответственно, называли тех из христиан, которые подтвердили свою религиозную принадлежность муками. На эшафоте муками от рук палача. Катя и Денис точно такие же мученики. Единственная причина их страдания и их мученической смерти – их убеждений. Убеждения они свои изложили и устно, и письменно. И убеждения эти больше всего, наверное, напоминают вероучения телемитов, последователей Алистера Кроули. Ну, чтобы в этом убедиться, я могу вам просто процитировать посмертную записку Кати Дениса и основные заповеди телемитов. Ну, слушайте. Вот записка Кати Дениса. Я вас любил, любила. У них одинаковый текст. Но вы сами не заметили того, как разрушили мою психику и жизнь. Прощайте все, и друзья, и семья, и знакомые. Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в своей жизни. И, пожалуйста, не бойтесь жить так, как хотите или считайте нужным. Жизнь в своем удовольствии – это наилучшая жизнь. Люблю вас. Вам кажется, что это просто лирическое письмо? Ну, хорошо. Тогда я вам сейчас прочитаю основные заповеди телемитов. Делай, что изволишь. И да будет это твоим законом. Первое, главное – заповедь телемитов. Второе. Любовь есть закон. Любовь в соответствии с волей. Ну, и есть еще дополнительные заповеди. Например, каждый мужчина и каждая женщина – это звезда. И нет у тебя иного права, кроме как поступать согласно своей воле. Алистер Кроуле, разработавший эту религиозную доктрину, утверждал, что человек должен познать себя, узнать свой собственный волевой импульс, исследовать ему. Это единственный способ самореализации. Вот, собственно, их, вроде бы, нехитрые посмертные записки, они свидетельствуют о наличии у них определенной религиозной доктрине, очень напоминающей телемитовскую. Ну, а если у них есть религиозные убеждения, если действовали они в соответствии с ними, и в результате этих действий они приняли мученическую, страдальческую смерть, значит, они мученики. Это совершеннейший, абсолютнейший факт. Но если они мученики, то и отношение к ним должно быть соответствующее. Я думаю, что есть все основания для того, чтобы появился своего рода культ, связанный с ними, или, по крайней мере, определенные элементы поклонения. Все-таки давайте не будем забывать, что мы сейчас имеем дело не с людьми, которые попали в сложную ситуацию, которые могут проявить или иные положительные или отрицательные качества свои, смолодушничать там, пойти на поводу у каких-нибудь нехороших людей, изменить своим убеждением, совершить какой-нибудь нехороший подный поступок. Все, что могут земные люди сделать, они уже не сделают никогда. Да. Души их сейчас находятся в каком-то тонком мире, и к ним вполне можно обращаться, используя те или не магические практики. Вуду или шаманские практики. Так или иначе, их души, они доступны для магии в данный момент. И я думаю, что пройдет совсем немного времени, и кто-то с ними навадит контакт. А если с ними будет налажен какой-то магический контакт, если появится какой-то элемент религиозного поклонения к ним, возникнет какой-то кунт вокруг них, есть все основания полагать, что культ этот будет весьма и весьма популярен, и не только среди их сверстников, но и у людей постарше. Тем более, что музыкальная оболочка для него уже давным-давно создана. Вот, например, популярная песня группы Зверя, в которой звучат те же самые слова, которые мы только что прочитали в их присмертной записке, вполне может стать для этого нового культа своего рода гимном. Зверя, в которой звучат те же самые слова, которые мы только что прочитали в их присмертной записке, Желтая, в которойова больше, и улево, и украшу, и украшу, и украшу, и украшу, и украшу, и украшу. Субтитры сделал DimaTorzok